Не боишься сейчас, что появится прям жесткая конкурерция, потому что сейчас стенд будет сейчас на КФК, если они выиграют, они будут конкурировать и на конкурировать. У меня нет никому неприязнений, если это было возможно. Как бы пранком делать. Да, как бы пранком, да. Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол. Это жизнь, и это очередной выпуск про Дик Пенальти. Сегодня у меня в гостях Никита Шибаев. Будьте приятны. Никита Шибаев, полузащитник футбольного клуба Динамо Барнаул, ранее выступавший за Торпедо Рубцовск и Зенит Ижевск. Сейчас мы проведем серию пенальти и посмотрим, смогу ли я поздавать Никите вопросы или нет. Поехали. Так, первый вопрос. А он стал таким немножко традиционным. Расскажи какую-нибудь зашкварную историю, которая сейчас в Динамо. Ну, знаешь, особо таких зашкварных не было. То есть она и не смешная, она такая больше обидная, наверное. Когда мы приезжали на Лысо-Сахалин, и мы приехали, довольно-таки долгий перелет, шесть часов. Все поплетели. Время разное, понятно. Разные четырех месяцев. И пришлось ждать в холле номера, потому что были все заняты. Это Чикао, Чиккин это или нет? Ну, Чикао, Чиккин, когда было, типа, это население. Да, да. Вот. И все. И, получается, ждали около трех часов. Вот в холле спали. Мы ждали, все-таки, наверное, нормально доткнули по спальню. Вот такая история. Ну, хорошо. Что? Второй вопрос. Расскажи, с кем тебе в «Динамо» больше всего комфортно играть в топ-3 и с кем мне комфортно? То есть, может, есть какая-нибудь тебе неприязнь кому-то? Ну, у меня нет никому неприязни и со всеми комфортно, в принципе, играть, но комфортно с теми, с кем я давно знаком. Вот. И с детства, более-менее, и студенческие годы. Одну основу только у молодого Дениса Чудоенков. Денис Покроев был, сейчас ожел. Вот, в принципе, про цену, хорошо все. Все хорошо. Третий вопрос. Твоя самая дорогая покупка? Кота новая? Ну, наверное, как и у всех, когда у тебя был телефон. Телефон? Телефон, да. На какой? На iPhone 11. Все хорошо. Четвертый вопрос. Ты все-таки как профессиональный футболист, тебе интересно, мне более-менее, спросить этот вопрос. По твоему мнению, какая все-таки проблема именно теперь уже не российского, а алтайского футбола? Почему вот «Динамо» не может выйти на уровень даже от ФНЕУ? Ну, я думаю, что должны не только «Динамо» заинтересованы быть, а министерство спортов воинского края. Они тоже должны быть вывлечены. Чтобы интересно было, как оно помочь выше приезжать сделать. Вот, и в принципе, если они найдут какие-то, при каком-то общему консенсусу, то я думаю, все будет нормально, и нужно будет ставить задачи «Динамо» по «Динамо» по «Динамо». Ну, я не знаю, насколько все это будет скоро, но хотелось бы, чтобы в ближайшем времени. Сейчас еще школа уже открывается, «Динамо». Вот, может, с приходом Москвы какие-то выливания появится печатка побольше, но дальше не будет. Ну, пока вот так, как есть. Будем ждать, надеяться на лучшие времена. Хорошо. Не боишься сейчас, что появится прям жесткая такая конкуренция, потому что сейчас стенд будет часто идти на «КФК». Если они выиграют, они будут конкурировать именно как «Дерпит» и «Кругую». А вы тоже считаете такой? Нет, наоборот, даже будет лучше. В музейных ракциях они будут дальше двигаться, и еще одна команда в крае появится. То есть я только за, я буду смотреть все хорошо. Все. Хорошо. Спасибо большое себе. Спасибо. Конечно. На эти критерикационный вопрос, что-то для ее абсолютно всем, назови трех людей, кто-то хотел видеть в публике правильный пенальти. Так. Пусть будут, например, Панченко, Юрий Юдин и Денис Четаеков. Все. Хорошо. Ты победил все ли пенальти, но теперь с тебя наказание для меня. Если честно, смотрел твои выпуски, думал, что примерно тебе придумают. Вот. Давай так. Сейчас же начнутся матчи по-оу, за третье место, финальные матчи. На один из каких-либо матчей ты станешь комментатором. Правильно, нормально? Да. То есть ты прокомментируешь какую-то игру. Если такое у вас можно. Ну, я в любом случае как-то, ну, поговорю. Да. Вот. И второе. У нас сейчас проблема с доктором, с массажистом. Вот. Я тебе дам номер нашего доктора. Ты ему позвонишь, представишь себя массажистом, что больше строится на динамом Барнау. Вот. Поговоришь с ним, договоришься, может быть, о встрече. Сделаешь, может, там, какие-то липовые сертификаты, скажешь, я его профессиональный массажист. Ну, то есть это как бы пранком. Да. Как бы пранком, да. Я его профессиональный массажист. Хочу устроиться. Вот так и так с ним поговоришь, и вот, что он, какая его будет реакция на это. Все хорошо. Как? Слушаю. Добрый день. Игорь Иванович? Да. Да-да. Добрый день. Здравствуйте. Вы же врач Динамо Барнау, правильно? Да. Мне сказали, что у вас нехватка кадров именно в плане массажистов Динамо. Вот. Меня зовут Андрей. Меня, ну, сказали, что у вас вот есть такая проблема, поэтому я бы хотел на собеседование к вам попасть. А кто сказал? Игроки Динамо некоторые. А у тебя что, я закончил что? Медицинская. Нет. Сертификат массажа это есть? Да-да, сертификаты есть. Сертификаты откуда взят? Что, извините? Сертификаты откуда взят? Проходил специальные курсы. Где? В городе Барнаул. Ну, где, в каком месте проходил курсы-то? Ну, в клинике. В какой клинике? Ну, в клинике для... Ну, там мы проходили практику. Поэтому вот. Там нам и дали сертификаты. Нет-нет-нет, не практику. Должен быть... У тебя должен быть... Нет, сертификат есть. Для того, чтобы его подтверждать, мы ходили на практику. Нет. У тебя... Сертификат... Какого? Кто выдавал сертификаты вообще? Ну, подтверждение от медицинского университета. На специальность массажист. Да-да-да, все верно. Ну, пока... Сейчас ничего не могу сказать. Пока ничего не могу сказать. Сейчас, может, уезжаем. Да-да-да, я знаю. В Крымск. Да-да-да. Да. Значит... А тейпирование знаешь, да? Что, извините? Тейпирование. Нет. А, тейпирование. Тейпирование. Ага. Да-да-да-да, знаю, да. Тейпом вот это все обрабатывать, да. То есть, именно кинезу тейпирует, да? Да-да, именно, что я и футбольные вот эти все, я понимаю, да, что нужно для массажиста. Так... Что сказать-то? Что сказать-то? Что сказать-то? Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Ну ладно, телефон у меня есть. Игу. Андрей. А, телефон есть? И решу, где я тебе позвоню. Хорошо. Угу. Все. До свидания. Спасибо большое, друзья. Друзья, подписывайтесь обязательно на Никиту в Инстаграм, ссылочка на него обязательно будет. Подписывайтесь на мой Инстаграм. Подписывайтесь себе на канал. Ставьте на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски про дель пенальти. С вами был Андрей, Никита Шабаев и Футбол Атажин. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok